Ориентировочно с 1 февраля в районе перекрестка Галактионовской и Красноармейской специалисты планируют заняться переустройством трамвайных путей. Этот вопрос стал одним из основных на еженедельном совещании, которое провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Муниципальное предприятие трамвайно-троллейбусное управление выдало технические условия для переустройства линии. Вопрос на стадии согласования, материалы заказаны. График предстоящих работ станет известен к середине следующей недели, поясняют представители управления капитального строительства Самарской области. Рельсы и шпалы планируют переместить с середины проезжей части ближе к тротуару. После переустройства рельсов специалисты гарантируют стабильное трамвайное сообщение в оба направления – из города и в город. Как пояснил первый ВЦМР, на время переукладки трамвайных путей перекрытие не планируется. В период переустройства трамваи все равно продолжат курсировать по маршруту. Они будут следовать по старому полотну. Затем специалисты пристыкуют существующие и новые рельсы. Сделают это ночью, чтобы не создавать неудобств для жителей. Вся работа займет порядка 14 дней. Но на следующем этапе в районе будущего станционного комплекса все-таки введут временное перекрытие движения на перекрестке Галактионовской и Красноармейской. Пока намечены только предварительные сроки – в конце февраля ориентировочно 24-25 числа. Это необходимо, чтобы продолжить строительство станции метро «Театральная». На участке возведут тягово-понизительную станцию. Это все будет под землей. Это вскрытие будет, потому что строительство именно под станцией тяговой, которая будет. Там большой объем бетона. Арматура, бетон. Само, будем говорить, оборудование – это сама сложность – это закопаться, я как говорил, в землю и сделать монолит. Ну и оборудование поставить, переподключить. Представители профильного департамента отметили, что во время строительства подстанции трамвай продолжит курсировать по маршруту, уже по новой линии. В ходе совещания также решили изменить сроки вынужденной остановки движения на перекрестке. На этом участке специалисты должны справиться с поставленными задачами уже к сентябрю, а не как обозначалось первоначально к концу 2023-го. Возведение новой станции метро «Театральная» активно продолжается. В районе зоны строительства на Галактионовской рабочие сейчас заканчивают разработку стартового котлована. Подготовкой аналогичного занимаются и в районе улиц Новосадовой-Полевой. Сейчас там устанавливают необходимые ограждения внутри зоны строительства – буросекущие сваи, которые укрепят котлован. После окончания строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию «Театральный» Подземка свяжет удаленные районы Самары с исторической частью города. Весь путь будет занимать 20-25 минут, а движение электропоездов обеспечит в пределах 7-8 минут. Михаил Гермоленко, Николай Сидоров. События.